В Магаданской области люди тоже стали заложниками погодных капризов. Там сначала выпал снег, это в августе, ну а потом был потоп. На клыме целый город ушел под воду из-за сильных дождей. Сусуман затопило из-за паводка на реке Берелех. И сейчас там ведутся работы по укреплению дамбы. Жители в социальных сетях делятся фотографиями и видеозаписями этого бедствия. Потопленными оказались 9 пятиэтажек. Территория в районе больницы, спорткомплекса и школы, дворы, дороги, улицы. Все превратилось в одну сплошную реку. Затопило нижние этажи домов. Под водой оказались машины. Из-за обильных осадков подмыло и федеральную трассу Колыма. На ней сейчас ограничен проезд легковых машин. Спасатели оказывают помощь автомобилистам. Магаданскую область уже вторую неделю заливают дожди. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды на улицах поднялся еще и потому, что накануне погода преподнесла еще один сюрприз. Жителям Колымы в центральных районах области вдруг выпал снег. Часть поселков оказались отрезанными от сообщения с административным центром. Передвигаться там, говорят, можно теперь только вплавь. Так как большая часть дороги разрушена и ушла под воду после того, как снег начал таять. Дожди в области продолжатся и в ближайшие сутки. Но, как утверждают синоптики, уже скоро уровень воды спадет. Ну и сейчас по телефону с нами на связи выходит Николай. Это житель Магаданской области. Сегодня ночью он ехал в тот самый город Сусуман, но обратно выбраться не смог. Трасса на Магадан закрыта, как я уже рассказала. Николай, здравствуйте. Я вас приветствую. Скажите, как долго вы уже ждете открытия дороги на Магадан? Здравствуйте. Получается, мы ждем уже с ним в Сусумане-Суске. Обещаю, завтра при движении мы пока ждем. Николай, я хочу уточнить, вы ждете где? Вы прямо в машине находитесь на трассе? Либо вы поселились там где-то в гостинице? Опишите обстановку, пожалуйста. Мы поселились в гостинице. Получается, засыпила ночью южный царь поселка. Мы находимся на небольшом воздушном, поэтому до нас вода не дошла. И машина, слава богу, не засыпала. А сколько человек еще вместе с вами оказались также заблокированными? Так, ну, у нас здесь в гостинице примерно 150 мест. Жители Сусумана оказались заблокированными. На данный момент движение в сторону республики Якутия открыли, но на Магадан пока движение закрыто. Ну, а какие прогнозы, что вам говорят, когда дорогу могут открыть? Мы звонили в ведение диспетчерской службы авторсбюра. Они сказали, что в ближайшее час уровень воды снижается. В ближайшие часы они планируют, что уровень воды еще упадет. Продолжение следует, пока в ближайшие часы не планируется. И если все нормально, то завтра, в понедельник, мы сможем выдвинуться в сторону Магадана, если не будет ухудшения в слове. Ну что ж, Николай, желаю вам счастливого, а главное, сухого пути. Это был Николай, житель Магаданской области. Он сейчас застрял на дороге по пути в Магадан. Субтитры подогнал «Симон»